Матч за Суперкубок России является коммерческим турниром, и мы рады тому, что на протяжении длительного времени он наращивает свою мощь, как коммерческое предприятие, и в этот раз не стал исключением. Сегодня разработана серьезная билетная программа, много розыгрышей идет, то есть мы хотим привлечь как можно больше болельщиков на трибуны, я думаю, нам это удастся. Я хочу сказать, что бюджет этого турнира постоянно растет, и мы надеемся, что действительно, за счет того, что мы привлекаем средства, за счет этого можем более разнообразно предложить программу и для болельщиков, и для зрителей. Этот матч будет транслироваться по Первому каналу, вы знаете, давно уже у нас не было ничего на Первом канале, поэтому мы этому очень рады, я думаю, что из точки зрения коммерческого предприятия он будет успешен, этот проект. Продано порядка 7 тысяч билетов, но мы как бы ориентируемся на цифры, которые обычно в Самаре существуют, они считают, что динамика достаточно успешная. Вы знаете, что и в этот раз в том числе мы использовали очень активную электронную сеть распространения, и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и вообще по всем местам можно приобрести билеты. Там все очень продумано, чтобы действительно на секторы фанатские попали действительно те люди, которые болеют именно за этот клуб, ну и так далее, и так далее. Мы ожидаем, что будет достаточно большое количество болельщиков, мы ожидаем порядка до 10 тысяч из Санкт-Петербурга, и болельщиков, ну не только из Санкт-Петербурга, потому что вы знаете, что регионы болеют, да, и порядка двух, там, самооптимистичный, трехтысячный десант высадится из Казани. В связи с той работой, которая сейчас проводится и в Российском футбольном союзе, и в Премьер-лиге, и в Минспорт-туризме в направлении перераспределения ответственности организаторов и сотрудников внутренних дел, то есть когда мы говорим о том, что в чаше должны работать специализированные подразделения стюартов, распорядителей, как у нас сейчас в законе, там, в проекте закона прописано, а милиция это примыкающая чаша и резерв под трибуны. Вот к этому мы идем, и вот этот период, и вот этот чемпионат, я надеюсь, станет как раз этим переходным, где мы будем постепенно входить вот в эту тему, когда уже клуб будет оценивать степень риска матча, там, он более там высок, в зависимости от исторически сложившихся, от количества болельщиков, и уже согласовывать с милицией, с полицией, извините, совместно схему расстановки, количество привлекаемых средств, чтобы это было эффективно, чтобы это было действительно интересно, чтобы действительно стюарды выполняли ту роль, которую выполняют везде на стадионах. Самара молодцы очень, и мы сегодня разместили тоже так называемое предложение для болельщика, там конкретно описана прям ценовая политика билетов, где можно приобрести сайты, кассы, как можно добраться до Самары, где можно разместиться, удобный маршрут. То есть, если человек захотел поехать на супермарк, он открывает и понимает, что его там ждут. Билеты ориентировочные для болельщика порядка 300 рублей, вот средняя цена такая. Вы понимаете, мы хотели, так как коммерческий турнир, есть вип-зона, которая там стоит несколько тысяч, в зависимости там питания, ну, как обычно, вы знаете, сувенирки и так далее. Мы с ними поговорили, принято решение уже, я решен этот вопрос, будут там продавать свою атрибутику, там, ну, и так далее, и так далее. Это действительно, когда человек приходит туда, погружается в мир футбола, это атрибутика, это вот музыка и так далее, и так далее. И мы хотим, чтобы действительно был праздником, Артем. У нас, я уже сказал, что у нас в чашу стадиона будет работать 500 человек, из них где-то половину – это сотрудники частных охранных предприятий, которые обучены и имеют специальные лицензии. И они будут действовать в рамках закона о частной охранной деятельности. Что касается стюардов, стюарды – это люди, которые, это студенты, это, будем говорить, там, водители, там, это рабочие, которые, в принципе, в свободное от работы время, заключив договора со стадионом или с клубом, выходят в определенные дни на работу. Они, на сегодняшний день, у нас, мы не можем сказать, что они у нас настолько обучены, что, ну, они уже не требуют такого пристального контроля. Мы их сейчас инструктируем. И у нас есть уже программы обучения. Вот в течение этого года мы планируем выйти на то, что каждый стюард должен получить сертификат, позволяющий его работать, ну, на этом месте. Будучи работать, прийти в любой клуб и говорить, вот я хочу у вас там заключить с вами договор и на конкретном матче отработать. Вот такой алгоритм на сегодняшний день. Сегодня мы их инструктируем. Сегодня мы туда отправили специалистов, которые работают со стюардами. То есть будут некие инструктажи, тренинги, и после этого они будут уже расставлены по тем местам, где они должны работать, и будут выполнять в соответствии с теми полученными инструкциями свои обязанности. Продолжение следует... Продолжение следует...